Привет! Сегодня будем доделывать нашу кибердамочку, и в основном будет возня кистями. Я подумал, что это немножко однообразно. Решил проторговать сегодня своим ебальником, ну и вставочки от первого лица. Мероприятий никаких на этот раз не было, я решил спокойненько прийти один и закончить начатое. В этот раз заранее чекнул погоду, вроде все нормально, а то очередной дождик я не переживу. Сколько можно ее рисовать в конце концов? Процесс проходил таким образом. Я брал каждый отдельный цвет, стравливал его в банку и уже те места, которые не смог решить трафаретом, вручную кисточкой доводил. Взял с собой целый арсенал, но по факту пользовался только двумя. Не считая хозяйственной, которой удобно было закрашивать около фоновое пространство. Двумя средненькими. Ими и детали можно проработать и сердцевину внутри закрасить. Чисто черной краски у меня не было, ну не считая эмали. Был вот такой вот, темный пепельный что ли, ну типа того. Это даже хорошо, потому что за счет того, что разница в оттенках появилась, персонаж вылез на первый план. Я сначала подумал, что он совсем уж бледний, оказалось нет. Оказалось то, что нужно. Да он у меня и на фестивале за место черного был. Нормально, прокатило. Тем более с яркими цветами, ты не поймешь насколько он черный. Я сейчас по полной кайфую, потому что как она ведет себя по сравнению с эмалью, это конечно небо и земля. Я не знаю откуда у меня в голове появилась эта передовая идея класть эмаль художественной кистью. Никогда так больше делать не буду, по крайней мере постараюсь. Я люблю четкие грани между цветами, поэтому все напыление, которое оказалось под трафаретом от краски, от аэрозоли, не убирал. И скажу по правде, что работать вот такой вот с травленной краской, она холодненькая, свежая такая вот жидкая и прям укрывает идеально. С каждым появлением новые разграничивающие цвета линии, рисунок становится все более и более приятным. Вообще для меня всегда так. Если обратить внимание, то почти во всех своих работах я разделяю цвета контурами. Я решил начать с контуров по той причине, что рисунок после этого станет более читаемым. В тот момент этого реально не хватало. Краска из банок вообще отлично перекрывает, то есть я беру даже самый какой-нибудь светлый оттенок и спокойно закрашиваю темной, если хорошая краска, не какая-нибудь сраная эмаль. Ну, типа за 100 рублей. Обводя разные элементы, даже если ты с ними не закончил, они уже становятся более целостными на вид. Возможно, после этого даже с ними ничего делать больше и не нужно. Но по-любому, под самый конец я все равно вернусь к контурам, чтобы подправить те места, где я скосячил. Единственный момент, когда краска начинает подсыхать, ее приходится реанимировать новой порцией. Это не акрил. Хоть у акрила есть свои плюсы, но как минимум он хорошо растворяется водой и не пахнет. То, что, кстати, стало причиной, почему я перестал рисовать в подвале именно аэрозолью, потому что это, на мой взгляд, довольно опасно. Если плохая вентиляция попадет в легкие, ну это нехорошо. Тебе это в пользу не пойдет. С недавнего времени у меня появилась дыра в стене, прокатит за вентиляцию, поэтому иногда грешу, конечно. Напроветриваю регулярно. Глазик-то я в тот момент запорол, поэтому придется его переделывать от руки. Ну, а что делать? Не оставлять же ее косой. Смотря на губы, я не понимал, хочу ли я их сделать другим цветом, иначе как-то лицо смотрится слишком монохромно. Не хватает некой изюминки. Чтобы оставаться в рамках заданной палитры, сделаю тем же цветом, что и майком. А то он больше нигде в работе-то и не встречается, но теперь будет нормально. А вот по плотности он мне понравился меньше всего. Или дело в пигменте, либо я просто херово банку растрес. Основная масса краски у меня в Мейкер Стрит. Но была и вот такая вот. Сиана. Эмаль для декора. Премиум-класс. Премиум-класс. И как выяснилось, для такого премиума она вообще не подходит. Во-первых, нихера не кроет. Во-вторых, я не понял. Мне показалось, что растворители разряжают предыдущие слои краски. И пошла какая-то грязь. С этим цветом это наиболее заметно. А вот этот вот серенький изначально вообще не планировался. У азиатки есть такой вот ошейник. Ну, что-то типа того. В сером оттенке он выполняет роль разделителя. Визуально дистанцирует лицо от торса, который у нас, в принципе, в одной палитре. Не хотелось бы их смешивать в одно пятно. Также брошу его и на рефлексы. А вот это уже интересно. Один из подписчиков оставил мне вот такую вот банку молотка. Там что-то на донышке осталось. Ну, я подумал, что на контур опущу. И когда я нанес ее на поверхность, что-то не понял. Она, во-первых, запузырилась. Во-вторых, она какая-то слишком густая. В-третьих, это вообще не черный. Какой-то коричневый вообще. Я не знаю, кто шарит. Напишите в комментариях, что это такое. Потому что мне лень искать в интернете, а на русском тут только предостережение, что поджигать нельзя. Вот. Вот такая вот. О, пиздец. Для симметрии. На глаза не смотрите. Я вот только сейчас начинаю их подводить. Темнеет сейчас где-то ближе к семи. А пришел я сюда уже довольно поздно. С персонажем худо-бедно разобрался. Но вот светлого дня, чтобы добить фоновые лепестки, уже не остается. Значит, эта задача переносится на завтрашний день. Плюс еще раз пройдусь свежим взглядом по работе. Вдруг чего упустил. Сразу же исправлю. Ну, уже, уже лучше. Наступил следующий день. Я так и думал, что найду места, к которым можно придраться. Это нормальное течение событий. Когда долго карпиш над работой, глаз замыливается. И тут необходимо переждать. При последующих подходах начинаешь замечать мелкие упущения и недочеты. Блин. Тоже вот эта фигня. Да, придется с черным подводить опять. Ultima, как полагается дешевой эмали, тоже не годится для работы с кистями. Блин, да что ж ты такой марки-то засрал? Вообще ожидаемо. Так же, как и Сиана грязь разводит. Делаем выводы. Ну и по мелочи. Там подкрасил, там подрезал. Можно было, конечно, пропустить некоторые моменты. Ну, раз взялся делать красиво, делай красиво. Ну а тут таймлапсик подъехал. Сейчас вы можете воочию оценить, насколько это все-таки сложная и кропотливая работа. Особенно, когда перед собой поставил цель довести изображение до идеального состояния. В этот раз эмальку разбавили пожиже. Стало ложиться значительно охотнее. Но вот укрывистость, конечно же, пострадала. Но выбор сделан. В конце концов второй слой никто не отменял. У Ксюшеньки запросил подмогу. Вообще, в целом, задача немудреная. Ну, один бы я убил на все это овер до хуя времени. Приятно осознавать, что даже после второй вариации киберазиаточки у меня остался приличный запас краски. Будет еще чем порисовать. А как у вас с запасами? Если требуется пополнение, то вы уже знаете, что делать. Покупать, что делать? Нет, и вижу, понятно. С этими пандемиями бабла и так нет нифига. Еще и цены взлетели. Пиздец. Ну, вы особо не расстраивайтесь. Помогу, чем смогу. Например, по моему промокоду КАДАМА в арт квартале вы можете получить 10% скидку на все, что вам только нужно. Сейчас надо жестко экономить. Жестко. В описании оставил полезную ссылочку. Ну, она полезная для тех ребят, которые занимаются. А если ты не из таких, то она тебе и нафиг не нужна. На хера Казя Баян? Ну, согласись. Вы лучше взгляните, какая у нас тут красота получается. У меня нет достойной нормальной белой аэрозоли в наличии, поэтому я взял акрил и решил попробовать. Я хочу сделать более светлые блики на губах и на глазах. Посмотрим, погода возьмет свое или нет. Ну, как экспериментик такой сделаем. Что такое? Это где? О. Сделаем поярче. Не знаю, сделает эта погода или нет. По крайней мере, я хочу. И вот здесь. Смоет дождик, так смоет. Ничего страшного. И еще вот это. Так вот все у нас высохло. Блять, ну так и знал, а. Нельзя вовремя остановиться. Все надо закосячить. Ну, это же акрил, его водичкой можно смыть меньше. В принципе, да. Короче, мы так посмотрели со стороны. Блики на губах лишние. Ликвидировать. О, нормально. Слушай, если у тебя ремарь так стирается тряпочкой, то это даже вообще. Вот, все. Все, вот. Теперь получше. Просто они как-то... Эти блики сразу выбираются на передний план, и глазки пропадают. А вот сейчас прям глазки горят, то что... Все нормально. Сравните с тем, что было на пленке, и с этим результатом. Вот вам наглядная разница между тремя часами и тремя днями работы. Все-таки на хороший результат требуется время. Как ни крути. Если вы согласны с этим утверждением, и вам понравился этот ролик, то прошу не поленитесь и влепите нам лайк. С подписочкой. Со всей херней. Я знаю, что многие мои зрители тоже увлекаются творчеством. И это круто. Скидывайте свои работы ко мне в группу ВКонтакте. Там вас оценят по достоинству. Фотка этой работы уже лежит в Инстаграме. Если хотите изучить поподробнее, то залетайте. Ну а на этом у меня все. Всех благ. Спасибо за просмотр.